Членом Молодежного отделения композиторов Российской Федерации, лауреатом международных конкурсов Ахмата Малкандуева. И сегодня в Нальчике впервые прозвучит его вторая симфония Амелла. Несколько слов об авторе. Ахмат закончил Саратовскую государственную консерваторию по классу композиции у профессора Владимира Станиславовича Мишле. На сегодняшний день Ахмат Малкандуев автор многих произведений в разных жанрах. Среди самых значимых это первая симфония Минги Тау, две поэмы для кавказской гармоники и струнного оркестра, а также первая национальная опера «Легенда гор» по мотивам поэмы Кизима Мичиева «Тахир» и «Зухра». Можно абсолютно точно и уверенно сказать, что Ахмат Малкандуев – достойный музыкальный представитель Кабардино-Балкарии, человек, которому республика может по-настоящему гордиться во всех смыслах этого слова. Ахмат Малкандуев – гордость и для Саратовской консерватории, где он считается одним из ее лучших выпускников. Именно там проходили премьеры его знаковых произведений. Наш вечер поистине особенный. Еще и потому, что именно в Нальчике Ахмат родился и вырос. Эти места, удивительная природа края, Кавказские горы – все это, конечно же, формировало мировоззрение, его отношение к жизни, жизненные принципы и наложило отпечаток на все его творчество. И именно здесь впервые прозвучит его вторая симфония, премьера которой прошла в мае Саратовской государственной консерватории. Наверное, не будет преувеличением сказать, что сегодня на этой сцене собрались лучшие музыканты города Саратова, чтобы представить новое произведение молодого Кавказуна-Болгарского композитора. Симфония называется «Амелла». И я расскажу вам одну древнескандинавскую легенду. Однажды мудрому и храброму богу Бальдру была предсказана насильственная смерть. Его мать, богиня Фрейя, взяла клятву со всех живых и неживых существ, со всех растений, растущих на земле и в воде, что они не причинят вреда ее сыну. Только с растения под названием «Амелла», растущего на ветвях деревьев, забыла она взять эту клятву, так как подумала, что Амелла слишком молода для того, чтобы одержать ее. Бальдр стал уязвимым для любого оружия, и боги порой забавлялись стрельбой в него, которая не могла причинить ему вреда. Но злой и коварный бог Локи изготовил из прутика Амеллы смертоносную стрелу и незаметно подложил ее слепому богу Хеду. Тот выстрелил и убил Бальдра. Согласно древним верованиям, это означало, что скоро все живое на земле должно было погибнуть. Его матери невероятными усилиями удалось вернуть к жизни сына через три дня, и снова не без помощи Амеллы. От радости, что сын снова открыл глаза и улыбнулся ей, она поцеловала каждого, кто прошел под Амеллой, и ее слезы стали жемчужно-белыми ягодами на диком растении. Что же интересно в этой легенде? Это то, что Амелла несет в себе смысл и разрушение, и созидание. Об этом растении в народе сложено множество историй и примет. Она символизирует сущность жизни, божественную субстанцию, бессмертие. Будучи ни деревом, ни кустом, Амелла олицетворяет все, что является ни тем, ни ни другим. Она скрепляет божественное и земное. В древности люди, облачившись в белой одежде, срезали золотым серпом Амеллу и давали ее страждущим и болящим. Амелла может примерять враждующих людей, сближать стеснительных, делать более раскованными скромных. Ведь существует обряд, во время которого парни берут веточку Амеллы и подходят к понравившейся им девушке, чтобы поцеловать. Воины, встретившись под ветвями Амеллы, должны сложить оружие. Подобно Амелле, главная тема симфонии, имея бьющийся и интенсионный рисунок, словно оплетает весь музыкальный материал всего произведения. В симфонии удивительным образом сочетается национальный колорит с европейской и русской классической музыкой. Плюс яркая образность и эмоциональность, словно проектор, высвечивают некие картинки и сюжеты, что свидетельствует о принадлежности симфонии к жанру киномузыки. В общем и целом, это невероятно богатый и насыщенный материал, органично вошедший, классический, четырехчастный, сонатно-симфонический цикл. Позвольте мне поделиться с вами впечатлениями, которые произвела на меня Амелла, когда я впервые с ней познакомилась. Это была запись с премьеры, которая слушалась на одном дыхании. Конечно, каждому из вас эта симфония откликнется по-своему, потому что так работает магия музыки. Мы все по-разному воспринимаем тот или иной материал. Но мне кажется, эта музыка дает направление, которое так необходимо сейчас всем. Направление к светлому, к доброму, чистому, к раскрытию внутреннего потенциала. Ведь мы с вами живем в интересное время, и я специально использую слово «интересное», потому что его можно назвать иначе. Нестабильное, враждебное, вселяющее неуверенность и страх. Но вместе с тем сегодняшняя действительность очень хорошо показывает нам, кто мы есть на самом деле. она как зеркало отражает наше представление о мире, о людях и о себе. И, по моему мнению, эта музыка дает огромный ресурс и возвращает нас к источнику. Этот источник находится в природе, в истории наших предков, в традициях, в семье, в творчестве, а самое главное – в любви, во всех ее проявлениях. Мы ведь все связаны друг с другом, независимо от национальности, веры, профессии или убеждений. И что, как ни музыка, способна показать нам эту незримую связь, потому что именно музыка не нуждается в переводе. Она говорит напрямую с нашей душой. И в заключении мне хотелось бы процитировать Ахматова, его размышления на импульсе которых, собственно говоря, и возникла первая тема симфонии. «Современный мир полон противоречий. Сегодня это ощущается особенно остро. На мой взгляд, человеку не хватает доброй силы, подобной Амелле, которая смогла бы напомнить ему, насколько хруп этот прекрасный мир». Итак, мы начинаем нашу вечернюю программу. На сцене Государственного музыкального театра города Нальчика премьера Ахмат Волкандуев «Симфония номер два» «Амелла» в четырех частях исполняет симфонический оркестр Саратовской государственной консерватории имени Собинова художественный руководитель и дирижер Михаил Мясников «Аллулла». Паплодис' Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!